Здесь своя группа поддержки. Да, и, кстати говоря, у него новая прическа. Как он, интересно, выбрил. Следит за модой. Жена, может быть, посоветовала. Сделай, как у Бэкхэма. Да, как у Бэкхэма? Да нет. Как у Бэкхэма в 90-е. Шестой матч между игроками. Вот интересно, они одного года, но ни разу Маркус Багдадис не обыгрывал Джо Вилфреда Цанга. Только в юниорских соревнованиях, но это не считается. Подача на вылет 40-30. По ощущениям, не скажешь, что Цанга уже 30, да? А ему уже 30. А Багдадис, наоборот, по ощущениям, должен быть старше, потому что мы помним его очень и очень давно. Из-за того, что не бритый, наверное. Ну, оба здесь, да? Добивались своих самых ярких результатов. Оба были в финале? Да. Итак, Маркус Багдадис, 46-й. Сейчас в рейтинге ATP. Джо Вилфред, 10-й. Цанга выступал на турнире в Окленде, уступил там в полуфинале Багдиста Агуту. Нельзя сказать, что играл в свой лучший теннис. Безусловно, был фаворитом этого турнира. Но выиграть не вышло. Ну, Джо Вилфред в прошлом году пропускал турнир в Мельбурне из-за травмы. Так что все в плюс должно пойти в этом. Ну, если, конечно. Пройдет по раунду. Ну, и очень сложный сезон был Маркоса Багдадиса. Он возвращался. Ну, может быть, сейчас 46-я строчка не так высока по сравнению с лучшим рейтингом Багдадиса. И все же, с учетом травм, я думаю, что прошлый год можно отметить со знаком плюс. Последний матч на арене Маргарет Корт. В первый игровой день Австралия на Open. Маркос Багдадис против Джо Вилфреда Цонган. Француз уступает 0-1. Будет подавать. 5-0 счет. Личный встреч. Уаши комментаторы Влада Сташев и Анна Чиквитация. Ну, полетчиков Маркоса мы сразу слышим, да? Обычно они в первых раундах по более мелким кортам забивают полностью трибуны, как на футбольных матчах. Там атмосфера. Ну, киприотов, греков много в Мельбурне, в Австралии, в принципе. Ну, вот, вы слышите, да? С первого же гейма. Потрясающе. Олимпиако сыграет с Панатенеикосом. А ведь создают болельщики дополнительное давление на соперника. Кому будет приятно играть? Не только против Маркуса Багдатиса, и еще в трибун. Сколько их там? Человек 50, наверное, собралось. Цанга уже смотрит на арбитра. Вряд ли болельщикам дадут предупреждение. Да, Джей Гарнер, судья на вышке из США. Сегодня ему придется выдерживать и это все. 40-15. Если судить по турниру в Окленде, то сейчас Жоу Вилфред находится не в самой лучшей форме. В этой встрече все-таки он фаворит. По рейтингу стоит выше. И в последнее время играет на более высоком уровне, чем Маркус Багдатис. Ну, давайте посмотрим, как Ник Кириос выиграл свою встречу. Наговорал с Пабло Кареной Бустой. Он выиграл в трех партиях. Ну, сегодня, видите, без нарукавников, но зато... В той же майке, что и Димитров. У него нет пока еще индивидуальной коллекции. Видимо, пара майек. Не угадал сегодня. Повторил Григора. Молодец Ник. Он наслаждается своими успехами. И если сравнивать его с Томичем, то, наверное, все-таки Бернарда слишком скованно себя чувствует при всем же ажиотаже публики. А Ник Кириос, наоборот, умеет этим наслаждаться. Ну и Томич пока больше скандалов устроил, да? Чем Ник. Кириос один, зато какой. Недавно Томич отказался платить на кортах в одном клубе. Он пришел на тренировку, попытался выгнать по членов этого клуба и отказался 24 доллара за час платить. Безобидные любители играли пару. Тут пришел Бернард. Более того, в Сидней во время встречи с Габашвили он снялся. Причем во время этого момента переговаривался с судьей. Я объяснял им, что вообще-то Австралия Нокон скоро начинается. И мне, конечно, гораздо важнее сыграть там. Хорошо. Причем у меня и сетка неплохая. Но, конечно же, журналисты раздули после этого разговора с судьей. Скандал. Ну, согласись, что правильно раздули. Потому что говорить об этом вслух вот так все понимают под текст, когда теннисисты снимаются накануне старта крупного турнира. Вдруг кто-то не понял. Но озвучивать это вот так... Хорошо, что Тимураза об этом не сказал. Тимураз там обнимал его как мог. Благодарил за матч. Желал всего самого наилучшего. Но Габашвили всегда так к своим соперникам относится. Пошел вперед Сонга. Немножко так поддавил оппонента. Ну, будет он стараться выходить вперед сегодня. Мы все прекрасно знаем стиль игры Маркоса Багдатиса. Он любит затяжные розыгрыши и предпочитает играть на контратаке. Здесь Санган нужно будет действовать решительно, выходить вперед и забивать слеты. Подброс гуляет сегодня у Багдатиса. Он всегда чем высоко подбрасывал мяч. Еще одна ошибка. Ровно на втором мяче решил сразу пойти к сетке. Маркус. Удивить немного оппонента. Но сам ошибся. Представители спортивных брендов не стали заморачиваться в этом сезоне. Решили проявить любовь к австралийскому континенту и выбрать зеленые цвета. Классный перевод-то получился у Санга. Все вовремя. Немножко сдвинул соперника в другой угол. Причем это не самый любимый перевод француза с Бекхенда по линии. Он играет не так часто. Зарабатывает брейк-поинт. 40-15. Дабл-счет. 41-15. Данис Бекхенда по линии. 32-15. 33-15. Алло! ух как эффектно играет сангай заводит себя ответ публики в том числе которая болеет за макс делает брейк француз 2-1 и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 216 километров в час подал Дима Торзок 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 Но в то же время будут такие ошибки проявляться у Цанга, особенно с Бэхэнда. Мы уже не раз отмечали то, что по линии слева он не так любит переводить. Если вдруг появляется такая опасная ситуация, он старается слева играть резаным ударом. Достается гейм за Джо Луфредом. Ну вот почему-то бокс не показывает нам. Очень красивая девушка уже вилла в Цанга. Ну а супругу Багдати все знают. Паралину Шпрем. В прошлом теннисистка. Экс-17 ракетка мира. Джо Луфред работает с Николай Скюде и Тири Асьоном. Давно, с 2013 года. Был период, когда он отказывался от тренеров. Думал, что сам все сможет. Но у французских теннисистов порой такое бывает. У всех причем. Не Цанга-1. Не Манфис аналогичные заявления делал. Манфис в этом году вообще решил не общаться с прессой. Я не знаю, относится ли это к официальным пресс-конференциям. Но вот других интервью не будет. Тренер попросил его немножко изменить подход. Видимо, решили сосредоточиться на теннисе. 30 лет можно стать посерьезнее. Да. Второй мяч. Маркус только воинственный выглядит. Пучком, повязка. Копье ему нужно в руки. Если будут переснимать кипрскую версию Рэмбо, да, то мы знаем, кто сыграет главную роль. Ну, там все-таки больше не Рэмбо, а что-то другое. О, какой красавец. И скрыл здорово. Кто бы мог подумать, что сейчас последует укороченный удар. Наверное, никто, кроме самого Маркоса. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь замах на обычный удар. И в последний момент он перехватил ракетку для выполнения укороченного. Берет этот гейм Маркос. В 3-2 по-прежнему с брейком впереди Жоуэл Фредсонга. У нас сейчас будет интервью. В этом году на интервью у нас работает Алекс Каретхан. Он пообщался с Роджером Федерером после его победы над Николасом Басилашвили. Роджер. Первый раунд никогда не легко, но невероятно сыграл. Да, конечно, мне кажется, хорошо сыграл. Даже удивился немножко. Я не знал особо оппонента, но первые 10 минут были великолепны. Я хорошо защищался, играл слева по линии, здорово, когда нужно было. Так что это был хороший матч. Но и для меня было важно подавать хорошо. И ветрено было, нужно было давление поддерживать. Но я удивился так, ветрено на центральном корте. Ну, а потом я вообще нашел путь, как играть, что может делать соперник, что он не очень хорошо делает. Надо было важно оставаться сфокусированным. Как ты узнал игрока? Ну, сложно было найти видео. Я больше положился на информацию, которую сказали Иван Любич и Северин Люти. Но и потом через полчаса ты понимаешь, видишь, чувствуешь, как он играет слева, справа, как подает. И это дает всю информацию. Ну, я полагался на команду в основном. Ты говорил о бэкхенде. Правая нога важна. Но слайс, насколько важно? Важно, конечно. Сложность сейчас использовать, да, это потому что сейчас игроки действуют очень быстро, глубоко. Если они, например, делают шаг назад, мне все зависит от того, с кем ты играешь. С кем-то более сильно бьешь, с кем-то более вращение придаешь или используешь слайс. На второй подаче я могу, например, соперника использовать слайс, начинаю. Но, опять же, если ты, например, нехорошо подходишь под слайс, то уверенность уходит. Поэтому это важный удар, и я его часто использую. Ну и последний, очень сложный. Ты знаешь, что ты будешь делать? Тренироваться? Да, когда будешь тренироваться? Не знаю. Вообще нет идей. Наверное, после обеда. Но я хочу посмотреть матч Хьюитта в 7 часов. Так что и подстроюсь под семью в том числе. Я обсужду все это с командой. Ну, такие испанские вопросы пошли от Каретхи про слайс. Ну, хочет быть немножко... Хочет отличаться немного от остальных. Ну, кстати, было интересно. Да, пытается найти свой стиль. Но мне кажется, что Роджер может книгу написать про этот удар. Да, это действительно так. Ну, молодец. Дебют Каретхи, первое его интервью, и сразу же в бой против интервью с Федерером. Было интересно и приятно слышать нестандартные вопросы. Выходит мяч. По 30. Важный момент. С брейком ведет Цонга. Ну, вот вообще интересно, что Каретха спросил про следующий день. Обычно теннисисты очень любят составлять расписание и точный график, что они будут делать между встречами, что они будут делать перед стартом матчей. То есть у всех своя рутина. И вот в этом плане было интересно послушать ответы Роджера. Да, у него, ну, у него, ему много с чем нужно советоваться и много с кем, да? Там и семья. Семья большая. Да, там и вся команда тренеров. И свои какие-то личные пожелания. Вот он хочет посмотреть Хьюитт в семь. Надо записать в ежедневник. Под все это подстроиться. Хорошо выполнил укороченный удар Багдад. Ну, под право. И здесь Цонга легко обрабатывать. У него хорошая хватка для того, чтобы сыграть крученым с Форханда. И здесь не нужно было ему никаких усилий лишних демонстрировать. Хорошо мяч направил глубоко. И под лево Багдадису там уже в ответ атаки, контр-атаки не последовало. Больше? Еще один укороченный, но сейчас отвалился немножко от мяча. Маркус проиграл гейм, правда на чужой подаче. Тем не менее, счет 2-4. Маркус Багдадис уступает. Но зацепился за этот гейм. Была возможность? Если бы не два укороченных. Да. Слишком положился на них. Мы с вами наблюдали за 13-м кортом. Там Тимурас Габашвили уступал в 4-й партии 1-4. А сейчас 6-5 впереди Сеппи, но на подаче Габашвили. Что же там случилось-то? Тимурас уже ходил немножко так опущенный. Уже корил себя за каждое неудачное движение. Тимурас Габашвили. Тимурас Габашвили уже выиграл сегодня у Каролины Шмидловой. Ну вот, укороченный один из вариантов. Пока 50 на 50. Может быть, сейчас не чувствует себя уверенно Багдадис в перестрелке на задней линии. Понимает, что нужно немножко сбить ритм игры. Поэтому очень часто дергает этими укороченными ударами. И Цанга нужно делать рывки вперед. Это, безусловно, сбивает ритм. Ну, мы сейчас о ритме удара говорим. Многим теннисистам нравится держать один и тот же темп. И в этом стиле могут быть великолепны. Ну, мяч летит с разным вращением. Роджер уже нам рассказал, чем много о резаном ударе. Есть еще и крученый. Все отскакивает по-разному. И самое главное, что по-разному нужно эти мячи обрабатывать. И не у всех получается. Некоторые теннисисты терпеть не могут играть, например, крученными. Против крученых ударов. Слишком высоко раскручивается мяч, сбивается точка. Играть неудобно. И появляются ошибки. Так вот, задача команды и задача теннисиста – понять, как нужно играть против определенного соперника, что он не любит. 4-3 по-прежнему с брейком впереди. Цанга. Интересно, сколько здесь еще золота? Придется попотеть ради этого. Мне уже страшно. Это будет наш год. Кто хорошо работает, хорошо отдыхает. Вау! Все на этом острове опасно для жизни. Бекки, помоги! Условия адские. Любой захочет выбраться отсюда как можно быстрее. Эта территория на 70% скрыта под водой. Для поисков в этих болотах нужны веские основания. Здесь могут быть сотни или даже тысячи тел. Базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира. Каждое восхождение – маленькая война. Никогда не знаешь, кто вернется назад. Такого еще точно никто не видел. Вот почему я стал механиком. Нажми на кнопку и бом! Еще больше премьера в новом году. Дискавери. Не переставай открывать. Новые мячи. А Цонга подает 4-3. А Юлизавета Куличкова тройной матчбол против Петкович. Ох, россиянки молодцы! Несколько лет назад не удавалось смотреть Куличкову именно в Австралии, когда она еще играла по юниору. Да, она, кстати, успешно там сыграла в юниорском чемпионате. Ну, потребовался год-полтора на то, чтобы так больше привыкнуть к этой взрослой жизни. И вот уже и Касаткина, и Куличкова все время на слуху. Это приятно. Здорово задумал Багдадис, но... Скорость немножко подкачала здесь. Не добежал он вовремя до мяча. Решил по ходу гейма сменить ракетку под новые мячи. Не поздно спохватился? По 15, да? Ну, может. Накануне вышло в печать большое расследование по поводу проблем в теннисе, связанных с матчами, на которые делаются ставки, и матчи, которые сдаются. Вот сейчас основная тема на всех пресс-конференциях игроков. Это как раз предлагали ли им взятку за то, чтобы сдать матч. Ну, Джокович признался, что, в свою очередь, ему предлагали 200 тысяч за сдачу матча в Петербурге в седьмом году. Тогда... Вышли не напрямую на него, а вышли через людей, с которыми сотрудничал. В итоге Джокович отказался, и он в Петербурге в том году не сыграл. Ну, сейчас каждый будет вспоминать какие-то свои истории, и это, я думаю, надолго. Ну, вот просто речь уже идет об игроках из топ-50. Говорят, что некоторые из них даже выступают на нынешнем турнире, поэтому этот скандал может развернуться с очень такой новой силой. Даже не некоторые, а 16 человек из топ-50. По 30. Как настраивает себя на борьбу Цанга. Не нравится им, что против него болеют. Выигрывает Гей на своей подаче Цанга. 5-3 становится счет, он впереди в первом сете. Ну, нет, французские болельщики тоже присутствуют на трибуне. Не все так однозначно. Ну, давайте сейчас перенесемся на несколько секунд на корт номер 6. Там россиянка Елизавета Куличкова обыграла 22-ю синюю этого турнира Андрея Петкович. Ну, вот обещали нам сейчас показать, но, видимо, уже после гейма. Что у Тимураза Габашвили? Тайбрэк четвертого сета, 4-3. Он впереди. Просто цепляется как может. Переиграл тут Маркос. Не удалось поднять хорошо мяч на Цанга. Ну, здесь, конечно, вот этот удар. 30-0. Ну, понятно, самый важный гейм для француза следующий. 40-й. Смело сейчас сыграл Багдатис. Нельзя сказать, что он очень комфортно чувствует себя у сетки. Но в последнее время стал чаще выходить и играть с лёта. Не хватает мощи собственных ударов при игре на задней линии. Ну, нужно будет пытаться выходить вперёд для завершения атак. Не всегда удается вот таким образом раскидывать соперника по всему корту. 5-4. Насет будет подавать Цанга. КОНЕЦ КОНЕЦ 5-4 на первую партию подаёт Цанга. 15-й. Пока не давала сбой первая подача, Цанга чувствует себя уверенно. Уже есть расписание на вторник. Ну, естественно, там много хороших матчей. Надаль против Фердаска и Хьюитт с Даквортом. Но мы ждём возвращения Мити Турсунова. Последним запуском на арене Маргарет Корт против Стэна Ваври. Не сомневаюсь, этот матч мы вам также покажем. Добирается до этого мяча. Маркос? Немножко привык Багдати с этим выходом вперёд. Он умеет обводить душево к сетке. Но очень важно здесь по скорости правильно подобраться к мячу и, конечно же, увидеть ту точку, куда послать мяч. Проверяет Маркос. Очень уверен, он готовится ко второй подаче. И не зря. Ой-ой-ой, дрогнул. На Цанган. Ну, вот интересно посмотреть, как из непростой ситуации будет выбираться француз. Первая двойная ошибка, но в какой неподходящий момент. Взял дополнительно несколько секунд для того, чтобы настроиться на подачу. Что, где, когда. Дополнительную минуту взял, да? Ну, помог здесь Багдатис. Было видно, как боялся совершить вторую двойную. А Цанган как-то отошёл дальше. За заднюю, далеко за заднюю линию Маркос. Вместо агрессии решил на удержание. Но сам ошибся. Еще одна? Невероятно. Две двойные в одном гейме. Да. Вот девушка, да? Жоу Валфреда. Ну, наконец-то исправляется. Двести пять километров в час, да. Но здесь никаких претензий к Багдатису быть не может. Слишком хорош соперник. Еще одна хорошая уходящая подача. И вот сэдбол. Челлендж попросил Багдатис. Ну, как-то судья сказал, что слишком поздно. Он выразил свое желание. Ну, как-то... Мы слышали, что сразу Багдатис попросил видеоповтор. Странное решение судьи. Очень странное. Ну, Багдатис показывает, что ты сделал уже шаг на переход, а потом крикнул челлендж. И что? Некоторые через 10 секунд кричат, и что? Да. Багдатис в свою очередь сказал, что я мгновенно. Ну, на какого судью попадешь, да? Здорово. Очень чистенько выигрывает первую партию Джо Вилфред Санга. Едва не дрогнул, но вот сам себя тут настраивает. 6-4 за 42 минуты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому! Эта территория на 70% скрыта под водой. Для поисков в этих болотах нужны веские основания. Здесь могут быть сотни или даже тысячи тем. Базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира. Каждое восхождение маленькая война. Никогда не знаешь, кто вернется назад. Такого еще точно никто не видел. Вот почему я стал механиком. Нажми на кнопку и вон! Еще больше премьер в новом году. Дискавери. Не переставай открывать. Дискавери. Настоящая драма на 13-м корте. на матче Габашвили и Сэппи. Да, 2-1 по сетам проигрывал Тимурас. 1-4 в четвертом. Сэппи каким-то просто невероятным образом сравнял счет. И сейчас 6-6 в четвертой партии. Тайбрейк был 9-9. Сейчас 10-9 на тайбрейке у Габашвили сетбол. Как ему удается играть? Просто всегда такие затяжные встречи. Он ведет, уступает, сейчас проигрывает, собирается. Предвкушают теплые объятия после матча. Еще один традиционный атрибут. Ну, а у нас каких-то 5 минут, наверное, со всего сета неудачно сыграл Багдатис. Гейм на своей подаче упустил, и все. Соперник уже возможности реабилитироваться не дал. Чуть не дрогнул, да, в концовке, когда эти две двойные вылезли у Цонга. Но все-таки собрался в последний момент, и эйс, и к сетке пошел. 40-0. Ну, чему, раза 10-10. Не смог реализовать сетбол. Вернемся при счете 19-19. Наш второй канал, кстати, показывает этот матч, так что... Ну, Маркус, как же так. Выигрывает первый гейм. Акиприот. Ну, сейчас посмотрим, наконец-то. Да, вот смотрю на победы нашей молодежи сегодня. Куличкова обыгрывает Петкович 22-ю Сейну. Вот сейчас матч-бол. Гаспарян обыгрывает 17-ю Сейну и ранее. И Касаткина 27-ю Сейну Шмидлову. Молодец, умница. Хорошая победа. Эмоциональная. И во втором круге Елизавета. И хороших ведь соперников наши девушки обыгрывают. Не просто кого-то там, а Сейных. Толпой пошли, да? Пора бы уже. Но, к сожалению, все-таки Тимур Азгабашвили уступил Андреасу Сеппи 12-10 на тайбреке. Очень жаль. По ангрессе внизу играл. А Маркус? На Путин. Нужно использовать свои шансы. Особенно, когда Цангань не подает первым мячом. Со второй, безусловно, лучше стараться самому раскидывать мячи в неудобные точки. Ведь у Маркуса, по сути говоря, не такие уж и сильные удары на задней линии. Он, скорее, больше играет на чужой скорости и порой даже специально замедляет игру. И вот уже 0.30 на подаче Цанга. 15-30. Нужно включать Ти Форхенд в эти непростые ситуации в геймах. Все свое оружие нужно пускать в ход. Несколько лет назад великолепным образом Маркус Багдатиц был готов. В физическом плане. Сейчас, конечно, подсел. Но все-таки Женя мальчик, да? 30 лет. В какой-то момент он был на голову сильнее. Именно в физическом аспекте долго мог двигаться на задней линии. Сколько угодно. Перебивать этих мячей под заднюю линию. И давать сопернику удобных ударов для атаки. Но сейчас за счет скорости в основном игроки могут обыгрывать уже. Багдатица. 40-30. 0-30 было. Надежда Великобритании Хиддер Уотсон проигрывает Тимея Бабыш на восьмом корте 5-3 в решающем сете и Бабыш на подаче. Поровно. Да, этот турнир может с первого дня задать такой тон. Но мы сразу говорили, что на Австралии на Open этого сезона все не так предсказуемо, особенно в женской части сетки. Чем интереснее нам с вами будет за этим турниром наблюдать. Больше. Напомню, в 2008-м здесь в финале Australian Open Санга проиграл Новаку Джоковичу. А вот Багдати в 2006-м здесь же в финале уступил Роджеру Федереру. Это их наилучшие результаты на Гранд Сленах. По одному. Причем оба раза никто не ожидал, что эти теннисисты будут выступать в финале. Провели турниры всей своей жизни. Ну, если вспоминать успешные выступления Цанга на больших шлемах, то в прошлом сезоне на Ролангарос он блеснул. Кто бы мог подумать, что на грунте Цанга сыграет успешно. успешно. Полуфинал, да, у него был в Париже, уступил тогда будущему чемпиону Стэну Вавренке. Был еще четвертьфинал на Юэс Оупен. Там проиграл Марину Чиличу. Все меньше и меньше матчей остается в первый игровой день. сколько четыре в сумме сейчас идет. Да. Не хозяйка кортов Сэм Стосур играет с сестрой Каролины Пришковой и Кристиной. Уступает. Первый сайт проиграла 4-6. Стосур тоже в посеве 25-е осеянное. Клижин с Баутистагутом играют. Там 2-1 по сетам впереди Испанец. Но вот третий сет выиграл как раз Клижин и в четвертом он ведет 2-0 и будет подавать. То есть не исключено пятая партия. Не проходит у Эжо Вилфреда удар с полулета. Давайте еще раз посмотрим как защищался Маркус Багдад и снова здесь немножко тесно было на французу. Ну сколько уже раз он перебрасывал сегодня. Маркус невнимателен. Прием глубокий пришлось отбегать Маркусу. Ну 40-15. здесь на паузе сыграл взял гей. 1-2 Цонга проигрывает будет подавать. Два последних гейма на его подаче были непростыми для француза. института. Интересно сколько здесь еще золота? Придется попотеть ради этого. Мне уже страшно. Это будет наш год. Кто хорошо работает хорошо отдыхает. Вау! Все на этом острове опасно для жизни. Бекки помоги! Условия адские. Любой захочет выбраться отсюда как можно быстрее. Эта территория на 70% скрыта под водой. Для поисков в этих болотах нужны веские основания. Здесь могут быть сотни или даже тысячи тел. Базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира. Каждое восхождение маленькая война. Никогда не знаешь кто вернется назад. Такого еще точно никто не видел. Вот почему я стал механиком. Нажми на кнопку и бомб. Еще больше премьер в новом году. Дискавери не переставай открывать. 1-0 по партиям. В пользу Цонга 1-2 уступает во втором сайте. Француз публика рассаживается и Жо Улфред будет подавать. Мужчин пока все более-менее спокойно. Чокович выиграл Федор тоже Пертых Кириос Исикори Гофен Симон Чилич ну то есть от кого и ожидали Димитров Ну и Сейн Бенуа Пэра потеряли. Ну конечно же если рассматривать женскую мужскую сетку то в женской сенсации гораздо больше. Ну и Карлович не смог доиграть матч с Дельбонисом но у него проблемы с коленой. Снялся. Выиграл свой матч Евгений Донской это приятно. обыграл Сервантес в четырех сетах. Ну вот только что Агабашвили проиграл мы уже говорили. Андре Сусеппи Завтра вся надежда на Митю Турсунова Возвращение на большую сцену и сразу на один из центральных портов Как не повезло с сеткой Но возвращаться так громко Ну сложно конечно будет Радует что Светлана Кузнецова набрала ход поиграла Молодец Турнир в Сидне Здорово сыграла на прошлой неделе Сегодня очень легко обыграла Даниэла Хантухова Приятно видеть наконец что Света на 100% мотивирована Игра у нее идет Я думаю что мы еще не поговорим на этом турнире Насладимся ее матчами У нас подва и на подаче Маркус Багдадис Интересно будет конечно во вторник посмотреть на Рафаэля Надале к тому же в соперниках Фернандо Вердаско с ним они вместе играли Невероятно как может сложиться судьба Мы тренировались очень много вместе записались в пару и представляю удивление когда рассмотрели сетку Однажды у них очень красивый матч получился как раз на Австралию Да в 2009 в полуфинале более 5 часов играли тогда наверное на своем самом пике был Фернандо Да он стоял в десятке Но выиграл Надаль И не только ту встречу он выиграл весь турнир Фуд Фолт Ну надо же заступил немножко за линию Маркос Но мы помним было несколько драматичных историй с заступом в том числе на Юс Опене в игре Вильямс Клайстерс Ким на турнире Она помогает И Нине Викмайер Что творится друзья Какой был резанный Ну а затем этот укороченный Так свободно сыграл как будто каждую минуту подобные удары 2-3 Цонга уступает Поезда хочет выбраться отсюда как можно быстрее Эта территория на 70% скрыта под водой Для поисков в этих болотах нужны веские основания Здесь могут быть сотни или даже тысячи тел Базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира Каждое восхождение маленькая война Никогда не знаешь кто вернется назад Такого еще точно никто не видел Вот почему я стал механиком Нажми на кнопку и Боум Еще больше премьер в новом году Discovery Не переставай открывать 2-3 во втором сете Цонга на подаче Так Бенуапер проиграл сегодня Нуа Рубину 19-летнему и сказал что в соперниках у меня был не очень хороший теннисис но я сыграл еще хуже Ну в стиле Бенуапера это то что сказала Каролин Возняки про начало сезона я не буду говорить это нельзя говорить в эфире Почему же нам интересно но стоит сколько 6 плюс смотрят маленькие дети поэтому не стоит 40-15 И еще один гейм берет Жоу Улфред по-прежнему в этом матче был только один брейк он решил исход первой партии сейчас все на равных интересно Багдати сыграя за свою сборную Кипра в кубке Дэвиса не проигрывает уже с 2003 года да понятно что Кипр не в элитной группе против кого он там играет но 32 матча подряд выиграл все равно лучший показатель за всю историю только у Бьерна-Борга 33 подряд встречи все никак в высшую лигу не войдут с такими показателями чуть судью не попал у них не самый приятный был разговор некоторое время взаимно аж кушать не может помимо этого корта еще три площадки задействованы клижин балтиста гуд 5 0 в четвертом сете клижин впереди может сделать еще 2-2 по партиям ну и сэм стосор вступила первом сете 4-6 сейчас по 2 помню она играет против Кристины Плишковой да не Каролина а Кристина которая прошла в основной сетку из квалификации них только татуировки одинаковые а результаты пока разные они вообще все одинаковые одна левша вторая правша вот это первое различие и рейтинг второе различие если бы были одной рукой играли то сегодня могла бы Каролина выйти вместо Кристины на матч стосор 3-15 как братья Березуцки вот мы же на самом деле не знаем какой Василий или вышел или Алексей как-то много футбольных трюков сегодня Маркос показывает он поклонник Манчестер Юнайтед Юнайтед играет скучно Багдатис повеселее оп нет не прошел удар еще один футфолд хорошо что на первой подаче вдруг на второй то засчитают двойную ошибку это будет очень неприятно пытался сейчас подлиннее вкрутить мяч Маркус но справа у Цанга Колотушка по восходящему мячу наверное одна из лучших но здесь хорошая подача и Эйсом завершает этот гейм 3-4 Цанга вновь роли догоняющего интересно сколько здесь еще золота придется попотеть ради этого мне уже страшно это будет наш год кто хорошо работает хорошо отдыхает все на этом острове опасно для жизни Бекки помоги условия адские любой захочет выбраться отсюда как можно быстрее эта территория на 70% скрыта под водой для поисков в этих болотах нужны веские основания здесь могут быть сотни или даже тысячи тел базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира каждое восхождение маленькая война никогда не знаешь кто вернется назад такого еще точно никто не видел вот почему я стал механиком нажми на кнопку и бом еще больше премьер в новом году Discovery не переставай открывать 3-4 Национга подает есть что-то такое в этих вечерних сессиях да в Мельбурне когда уже позади очередной жаркий день и так город немного успокаивается все остывают 30-0 на корте номер восемь еще одна встреча завершилась тема бабуш все-таки взяла верх над Хидер Уатсон не выиграла в трех партиях 7-5 решающим сет по-моему мама Энди Мария Джудит помогала Хидер на австралийской серии в прошлом году Уатсон выиграла турнир в Хобарте затем прилетела в Мельбурне в первом же круге проиграла но у нее там какие-то проблемы возникли в связи с жарой да еще раз команда Цонга и девушка его тоже Жоу Уилфред не проигрывал в первом раунде на больших шлемах с Австралии на Упен 2007 9 лет где он уступил кому? Энди Родику? да действительно Энди Родику вот это память это удивительно на двух своих первых больших шлемах на Цонга проигрывал на старте именно Родику в пятом году на Ролан Гарос и вот в седьмом на Австралия на Упен тогда ему дважды давали уайлдкарт поэтому вряд ли теплые воспоминания об Энди Родике да у Цонга давайте посмотрим вот здесь Багдатис так играючи пропустил мяч но Цонга взял видеоповтор все-таки Багдатис оказался прав пропустив этот удар 15-0 ну кстати Маркус с 2009 года не проходил на вторую неделю турниров большого шлема очень давно да 7 лет но вот у Цонга бывает такое если вдруг у него что-то перестает получаться он начинает с собой разговаривать общается с тренером наверное это допустимо при игре на каком-нибудь турнире в Окленде но не на Австралии и не на Центральном порте убитом берет гейм на своей подаче киприот 5-4 во втором сайте он впереди и будем ждать подачу Джо Вилфреда Цонга Интересно сколько здесь еще золота придется попотеть ради этого мне уже страшно это будет наш год кто хорошо работает хорошо отдыхает вау все на этом острове опасно для жизни Бекки помоги условия адские любой захочет выбраться отсюда как можно быстрее эта территория на 70% скрыта под водой для поисков в этих болотах нужны веские основания здесь могут быть сотни или даже тысячи тел базовый лагерь Эвереста принимает людей со всего мира каждое восхождение маленькая война никогда не знаешь кто вернется назад такого еще точно никто не видел вот почему я стал механиком нажми на кнопку и бом еще больше премьер в новом году Discovery не переставай открывать 4-5 4-5 ой как вовремя не добежал цанга видите проскользнула немножко нога у него опоздал на секундочку здесь уже нужно было стартовать быстро это сделать не получилось но мы видели был счет и 0-30 на подаче цанга вот решающего шага все никак не удается сделать багдадису как он принял сначала в ноги как он резко сделал старт давайте еще раз посмотрим вот здесь опора на ногу и тут же рывок 4 постов составе сборной Кипра эстафету пробежит да у них есть сборная но если в кубке Дэвиса играет там тоже есть что ж ты зарядить завелись все и дотерпел Маркус заработал тройной сетбол вот так из ниоткуда казалось бы please please give please чем-то недоволен цанга наверное тем что тройной сетбол у соперника вы знаете в чем дело говорит Джо Вилфред вот к сожалению дальше диалог нам не слышно слишком активно себя ведет публика наверное в этом загвоздка да конечно это выговаривает арбитру да под ноль берет гейм и сет Маркас Багдатис вот они в майках сборной Греции 6-4-4-6 этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Закопане в пятницу прямая трансляция на Евроспорт 1 Кубка мира Кубка мира Кубка мира нам обещают показать как зол был Джо Вилфред Сонга по итогам второй партии продолжал ругаться с судьей он проиграл сет под ноль уступил гейм на своей подаче публика за Багдатиса и это сбивает очень сильно француза он просит чтобы арбитр успокаивал болельщиков они видимо под руку много кричат играть играть Багдатисом в Австралии нужно быть к этому готовы он не в первый год выступает здесь давайте посмотрим как это было даже спустился судья свыше к сожалению нам ничего не слышно очень агрессивно это теннис говорит Сонга не футбол здесь нужно спать а если ты скажешь это то ему в принципе должно что-то сделать кому я дам предупреждение нет ты должен предупреждение сделать Багдатису на что судья отвечает за что это не мешает мне играть и выкрикивает под удары как будто впервые за свои 30 лет сталкиваться с такой ситуацией Жобел Фрид Сонга и да они играют не во Франции не в Париже а в Мельбурне где много болельщиков Маркоса Багдатиса ну должен был настраиваться чисто психологически к этому Сонга к тому что будет это давление и Багдатис не накупил билетов для этих ребят он не сказал им давайте кричите ему под руку Маркос сам ведет себя очень по-джентльменски да под руку под руку под руку Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Так вот этот тренер учит так высоко подбрасывать Я сейчас говорю о Жилько в Украине Бывшем тренере нашей Динары Сафины Есть какие-то нюансы у каждого наставника Хотя Говорят что Каждому игроку Нужен индивидуальный подход Видимо В технике подброса Есть свои нюансы Какие-то вещи базовые Которые От игрока К игроку Можно применить Давно укороченными ударами не играл багдатис И вот наконец исполнен В любом случае Доволен А Маркус 2-3 Цонга уступает Ух фон Ух Ух Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Есть свободные места, но все равно очень и очень шумно на арене Маргарет Корт На матче Цонга Абагдад с 1-1 по сетам 2-3 в третьей партии Жоула Фред уступает и француз подает Новые мячи Ох, как он наскочил на этот мяч Можно было позволить подождать немножко и сыграть смешем с отскока Агрессивен Он сейчас заведен до предела Еще один смеш Ну, активизировалась та часть болельщиков, которая не за Маркоса Они пытаются уравнять положение дел вот в этой борьбе фанатов О, какой прием 30-15 На 40-15 Всю свою мощь вложил в подачу Жоу Вилфред 214-210 Плюс еще неудобное направление, конечно С такими подачами бороться очень сложно Солидный гейм По три Вот она, французская кричалка Давно мы ее не слышали С Ролангаросом Как-то притихли Болельщики Маркоса Не вывели ли их Может быть, вышли за напитками Горло промочить На связке хорошо работает По три Багдадис подает Ох, как бесятся эта ситуация Оценка Еще и короче на суде Что еще можно придумать Соперник долго готовится Публика Не вовремя кричит Тут еще судья подключился Нужно было еще и шнурки завязать Маркосу Вот еще бы пауза была Вот иногда специально раздражает Есть такие нюансы Когда отходят теннисисты Якобы поправить струны к фону Или кто-то там отходит попрыгать Есть у нас такие теннисистки Любительницы Секунд На 15 затянуть По 15 Ну пока Вот этого нервозного состояния Больше чем красивые игры Да, мы наблюдали Интересные розыгрыши Но Нельзя сказать, что их было много Ну, конечно же, теннисистам сейчас Не до красоты Нужно выигрывать очки И не важно Как они это будут делать Так, если задуматься Может быть, это только середина встречи Да? Потому что 1-1 по сетам И середина третьей партии Пять сетов не исключены Уже 1 час 42 минуты Продолжается эта встреча Берет гейм Маркус 3-4 Цонга Уступает в этом третьем сете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 3-4 От Цонга на подаче 15-0 Проверяет Маркус Ну что, будет ли 9-й эйс У Цонга Будет 30-15 Ошибается справа Жо Уилфред У Кристины Плишкова и Сэм Столсур Тай-брейк Второго сета 5-4 Кристина впереди Будет подавать 40-15 Ну, Баутистагута и Клижина Пятый сет 3-2 С брейком Впереди Испанец И он на подаче Ну, 3-1 Баутистагута Были брейки 40-30 За счет подачи выигрывает мяча В розыгрыше Пару ошибок Сейчас допустил Ну, наконец Четко сыграл Берет гейм Жо Уилфред И еще становится по 4 Интересненько В прошлом с этим Как раз вот Концовки все Растерял Жо Уилфред Гейм провел Больше в какой-то Психологической борьбе С болельщиками 92% На первых подачах Выигрывает Багдатис Ничуть поменьше Цанга 75 На втором мяче Тоже получше Показатели У Багдатиса 65 против 54% Ну вот это может быть Неприятно Мы так все больше Смотрим на Цанга Как он будет Реагировать Но не стоит забывать Что и У Маркоса Может наступить Некий спад Ему тоже 30% Но все-таки Если сравнивать Физические кондиции Я думаю Что Цанга На данном этапе Покрепче будет Багдатис Может И устать Для Маркоса Это первый официальный матч В сезоне Сколько раз он будет Перебрасывать Сегодня Вот Наконец Классный розыгрыш Выигрывает Цанга И счет Становится 0-40 На подаче Багдатица Тройной Брейкпоинт У француза Как открыл Корт Вот этим Форхендом Здесь Нужно было В пустой угол Положить И Жанглфред Справился С этой задачей Чуть-чуть На самом деле Здесь Очень сложно Было И Ничего страшного Не произошло Поддавливал Соперник Мы знаем Что На контратаке Цанга Играть Не любит Еще Два Брейкпоинта В запасе Осталось Отыгрывает Еще Один Брейкпоинт Багдатис Не поздно Но еще Один мяч Нужно Также Четко Сыграть Может быть Подача Придет На помощь Подпортил Немножко Статистику Статистику Брейкпоинтов Себе Цанга Добыл Стопроцентный Показатель Сейчас Стрёп Пади Нет Хорошо Принял Интересно Взял Видеоповтор Маркус Богдатис Но видно Что сам Не уверен Попал Делает Брейк Жо Уилфред Будет Подавать На сет Цанга 5-4 Сейчас Нам покажут Как Кристина Пличкова Обыграла Сэм Стосор Пока Сообщу Вам Важную Информацию Телеканал Евроспорт 1 Зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральная служба по надзору Сарисвязи Информационных Технологий Массовых Коммуникаций Свидетельство Регистрации Смел Номер ФСМ Дефис 59264 Телеканал Евроспорт 1 HD Зарегистрирован 4 сентября 2014 года Федеральная служба Надзора Сарисвязи Информационных Технологий Массовых Коммуникаций Свидетельство Регистрации Смел Номер ФСМ Дефис 59271 Итак Кристина Пличкова Обыграла Саманту Стосор И во втором Круге Не хочет Выступить Хуже Сестры Сложно Это будет Конечно Сделать Каролина Все-таки Уже Игрок Десятки На сет Подает Джоуэлфредсонга 1-1 По партиям 5-4 Только что Француз Сделал Брейк И он На подаче 15-5 Медферссерф Ух как 30-0 Повезло Повезло Немножко Сейчас Уже Наверное Сложно Будет Багдатису Особенно Принять Первую Подачу Пустил Свои Возможности Ну как Далеко Встала Ну нет Он справился С великолепным Ударом Занял позицию Да Почти у фона Но тут же Подача На вылет И это Сетбол Для Цунга Две хорошие Подачи И выигрывает Партию Жоу Уилфред Он вновь В лидерах 2-1 По сетам Неодинаковый Везде Счет 6-4 Партию 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 Продолжение следует... Итак, Жоу-Вилфред Цанга выиграл третью партию. Сейчас можно позволить себе немножко поулыбаться. Счет одинаковый во всех сетах. По 6-4. Не самым удачным образом в концовке. Третья партия сыграл на своей подаче Багдатис. И Цанга этим воспользовался. Сейчас для Макуса все нужно начинать с чистого листа. Двойная от Багдатиса. 40-15. По 2 двойные. Во всех партиях было одно и то же развитие событий. Боролись до счета 4-4 и затем кто-то делал брейк. Все решал один неудачный гейм. Или наоборот, кто-то проводил его очень и очень четко и агрессивно. Причем всегда в концовках сета. Что нам ждать от этой партии? Средняя скорость первой подачи. Видите, у Цанга не намного, но повыше. 191 километр против 187. Самая быстрая подача 217 километров в час от Цанга. Багдатиса послабее будет 204. Ну, обоих бы оштрафовали за такую скорость. На дороге точно. Маркос очень хорошо говорит по-французски. Он в свое время тренировался в Париже. Кстати говоря, в Академии Патрика Муратоглуб. Тренировались они вместе с Дуди Селлой. В то время Багдатис был значительно моложе. И по юниорам, кстати, оба, и Селла, и Багдатис, играли очень хорошо. Неизвестно было, кто выставил. Даже в какие-то моменты говорили, что Селла заиграет лучше. Но все-таки... Маркус был в финале на турнире Большого Шлема. Стоял в десятке по рейтингу. Ну, у Дуди карьера сложилась не так эффектно. Ну, и Муратоглу тогда не был, да? В тот момент еще тренером, консультантом Сирены. Ну, та Академия оставляла желать лучшего. Сейчас скажу. Был момент, когда я тоже туда приезжала на несколько дней. Холодно во Франции, не отапливают зал. Все тренировались чуть ли не в куртках. Ну, а тут, наверное, один из лучших розыгрышей матча выдали. Здесь добирается Маркос. Сегодня он нам демонстрирует, что в плане скорости и того, как он может покрывать курт, все в порядке. Хотя два часа ровно уже играют. 40-30. Тем временем на 14-м корте наконец-то завершился и матч Баутиста Агута. Он выиграл в пяти сетах у Мартина Клижина. Сложная, но важная победа для Баутиста Агута. Ну, что у нас творится? Все-таки Маркос выигрывает. Это необычный розыгрыш. Чувство мяча никто не отменял. Ровно. Итак, все встречи на стадионе завершились. Остался только этот матч. Да, все внимание Мельбурн Парка именно к арене Маргарет Корт. Два возможности. Не прошел коронный удар с бэхэнда по линии. Умеет Маркос вот так вводить своих соперников на контратаке. Но сейчас не удалось. Ой-ой-ой. Неожиданно. Неудобная подача была. Вот Цанга показывает, что мяч как-то странно закрутился. Ну, там принималка уже как мог уворачивался Маркос. Ну, здесь здорово. Не стал Жо Вилфред играть. Снова кроссом и ввязываться в затяжной розыгрыш. Быстро перевел по линии и выиграл очко. Ух ты! Жаль, что не прошло. Убегая с кортом, мог так обвести соперника. Давайте посмотрим, как Баутист Агут выиграл у Клишена. Боже мой, как будто в зале, да, играют? Все в темноте, кроме самого Корта. Как будто в кинотеатре публика сидит, да. Темный зал. Поздравляем, Роберто. Ну, села еще остались, мяч выбит. Все хорошо. Маленький такой, худенький. Немножко прошлый год подпортил. Да. 2014 был просто идеальным для Баутиста Агута. Да, он в 15-м рейтинге стоял. В прошлом году опустился. У нас 2-1 по Сытом Цонга впереди, по одному в четвертой партии и 0-15 на подаче Маркоса Багдатица. Слишком поднял сейчас Киприот мяч. Ну, очень удобно было видеть слет от Санга. Вот здесь только ракетку нужно подставить и мяч угодит туда. Куда нужно. 0-30. Упасная ситуация для Багдатица. Одна уходящая подача. Немного помогает. 15-30. Напомню, Маркос в свое время выигрывал юниорский. Австралия на опен. Двойной брекпоинт образовался у Цонга. в очень сложную ситуацию. Сам себя поставил Маркос Багдатица. Сейчас нужно отыгрываться. И счет над таблою не играет в пользу Багдатица. И опять мы слышали, болельщики по ходу розыгрыша выкрикивают. Попросил судья этого не делать. отыграл еще один брейкпорт. Это ровно. Казалось, что убежал уже с корта Цонгай. Нужно самому Багдатицу обострять игру, но он здесь решил сыграть на удержание. Очень ответственный был момент. Не стал рисковать. Два из шести брейкпоинтов реализовал француз, один из двух киприот. Три мяча подряд выигрывает Багдатица. Молодец. В какой-то момент показалось, что Цонгай уже не отпустит. Габи в свое время тренировал Флавио Пинетту. Но сейчас сидит в боксе у Жоу Вилфреда. Последнее время он помогает французской сборной. Цонгай мог еще не обновить свои данные по тренерам с СКЮДе. Говорят, в прошлом октябре он уже расстался. Так что, может быть, Габи пришел ему на смену. Тут надо выстоять Маркасу иначе вернуться уже будет сложно. Молодец! Сработал на сей раз перевод слева по линии. выдержал гейм. 1-2 Цонгай уступает. Но 2-1 ведет по партиям. гейм. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Во втором сете также дрогнул Цонга Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok очень обидно для маркоса пришлось переигрывать выигрышное очко буквально в ту же точку мяч направил тот же судья крикнул аут на разница в несколько миллиметров хорошая первая подача по 30 полностью вся команда цунга но как здорово зарабатывает брейк-поинт во втором гейме подряд вот такие проблемы у маркоса давайте еще раз посмотрим вот здесь недостаточно точно сыграл багдатис цанга его за это наказал но сейчас рискнул сам багдатис решила вторую подачу над проекту направить под форхенд а француз не ожидал такой дерзости он хотел забежать у нас брейк-поинт четвертый брейк-поинт вот в этом четвертом сети очень нужна первая подача сейчас и при этом же видно да что цунга как-то справился с этим всем давлением публики уже он и понял что нужно делать что не любит маркос да его прессингуют и так все воедино более-менее у француза сложилось макроса же не подсаживается на физическую подустал видно великолепно с форханда просто сыграл как ты говоришь колотушка до колотушка 32 с брейком ведет цунга макроса макроса багдатиса чтобы сделать еще один камбэк или нет это вопрос 21 по сетам ведет сонга 32 с брейком он также впереди в четвертой партии и жо уилфред выходит подавать 9 сейный в нескольких геймах от выхода во второй раунд 15-0 давно макус не укорачивал но здесь великолепным образом санга прочитал игру со берлина 30-0 мы уже говорили в прошлом году здесь не выступал из-за травмы сонга и вообще в 2015 сезон начал только на турнире в майами так что есть время для набора очков на 40 ну как-то раскрепостился уже совсем жалов не еще один день подбор 4 2 напомним счет личных встреч 5-0 пользу цунга ну трижды своего соперника обыгрывал в двух сетах еще пару раз удавалось зацепить по партии обогдатиса 24 маркос на подачу опять футфолт сегодня просто день футфолтов для багдатиса и день перебрасывания подброса нас подачей как-то все не складывается здесь попадает от сонга журналист может стать первой ракеткой франции сейчас он на десятой строчке риша гаске на девятый но гаске не принимает участие на турнире он снялся из-за травмы спины на именно поэтому ты единственный игрок из топ-10 кто не выступает гаске поэтому девятый номер посева у от сонга французов еще один игрок в двадцатке это жил симон сейчас на 15 строчки в мировом рейтинге ну и жиль уже вышел во второй круг сегодня восемь подряд мячей выиграл от сонга девять не попадает амаркос все вроде бы неплохо но немножко не то на паузу ночь переждать и свеженьким дальше продолжать сейчас уже видно что тяжеловато становится сколько играть два часа двадцать две минуты это в одно время маркус ездил на турниры не с теннисным тренером с тренером по физической подготовке да и десятый мяч выигрывает подряд сонга 52 и будет подавать на матче жоу вилфред тонка битт сходим сети на мячей выиграл от сонга университет а и а и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, какой! Даже слева по линии сейчас проходит у Жоу Вилфреда. Играет так, как хочет. 30-0. Вы видите, у Жоу Вилфреда лучший показатель побед и поражений, лучший процент побед и поражений на Грандслэмах среди игроков, кто никогда не выигрывал большой шлем. 75% соотношение. Лучший из претендентов на Грандслэмах. Хочет перейти в другую когорту, в другой клуб. Дверь закрыта, правда. Стучится. Надо искать. Может быть, войдет. Ключики. С первого матчбола выиграть встречу не удалось. Но в запасе есть еще два. Можно завершить эйсом. Ну, красиво.